Кепка Ушакова, как в народе называют искусственную гору, высотой 35 метров в столичном районе Плявники, завершена. На месте бывшей свалки, на улице Деглова, хоть уже нет мусора, но пока грязь и лужи. На гору взобрался Сергей Герасимов. Знак «Свалка закрыта». До сих пор никого не останавливала. И территория между улицей Деглова и окончанием Лейлвардес в столице на протяжении последних трёх десятков лет обрастала всё новыми слоями отходов. Полтора года масштабных работ и 8 миллионов евро потребовалось самоуправлению, чтобы привести территорию в порядок. Половину суммы вернули из еврофондов. По сути, здесь собран в кучу почти миллион кубометров отходов. Вместе с грунтом их сгребли в одну гору. Общая площадь территории, которая подверглась ревитализации, 20 гектаров. Сама гора занимает 12 гектаров. Остальная часть — 8. Конечно, очень важно было, чтобы эта гора интегрировалась в иродскую среду. С 56-го года прошлого века до момента официального закрытия свалки в 80-х сюда свозили отходы и крупные рижские заводы. Сейчас весь крупногабаритный и вредный мусор вывезен. Грунтовые воды очищены. Строители говорят, теперь мусор не представляет никакой угрозы. Однако, чтобы туда под землю не закатали, трава на горе растет отменно. Даже в декабре. Эти мусоры покрыты глиной, чтобы дождевые воды не проникли в мусор и не загрязняли от этого грунтовых вод. Работы завершены, но по правилам ничего строить на горе нельзя будет еще в течение пяти лет, так как все это еще будет оседать. Постепенно пускать сюда людей с лыжами и санками начнут к следующей зиме. Пока же территория закрыта. И хотя на саму гору никого не пустят, у ее подножня появилась самая большая в столице зона для пикников. Очевидно, не в это время года, а ближе к лету. В планах Думы было также соединить улицу Лейлвардес и улицу Сахарова и пустить по ней автомобильный транспорт. Но потом решили, что поток этого транспорта не настолько интенсивный. 35-метровая гора теперь отлично просматривается почти с любой точки округи. Местные жители говорят, что все лучше, чем свалка. Здесь была грязь такая, а сейчас очень красиво. Все было заросло деревьями. Сейчас хорошо. Еще не хватало дорожечек прогулочных, скамеечек для таких старичков, как я. В народе новую гору уже обозвали кепкой Ушакова. Правда, сам мэр на ее открытие явился без головного убора. Зато в туфлях, в которых дальше забора идти не рискнул. Сергей Герасимов, Валтер Зелыш, Латвийское телевидение.